Ольга Николаевна, я хотела бы с вами говорить о профессии, о том, каково сегодня быть пресс-секретарем в государственной структуре. Как изменилась ситуация за последние несколько лет, как изменились запросы журналистов, потому что журналист сегодня хочет, получая пресс-релиз, нажать три кнопки и быть в шоколаде, что называется. А сейчас, когда нужно получать еще и видеоматериалы, и фотоматериалы, наверняка изменились и запросы журналистов, и условия вашей работы. Как? Мне достаточно, может быть, сравнить сложно, как работалось пресс-секретарю раньше и как сейчас, потому что раньше я была журналистом, я сама работала с пресс-секретарями. Но пресс-секретарей тогда, вот, в общем-то, еще буквально несколько лет назад, их было не так много, и их работа ограничивалась, ну, то, с чем мы сейчас не должны соглашаться. Это вот какая-то вот охрана каких-то несуществующих тайн вот в своей структуре. Это, ну, я думаю, что это, мягко говоря, неправильно, потому что пресс-секретарь в данном случае – это окно в мир, да, окно своего ведомства. Нужно не только удовлетворять запросы журналистов в каких-то цифрах, да, в каких-то комментариях, в каких-то мнениях, но в первую очередь самому в своей структуре, государственная структура, либо это не государственная структура, ну, неважно, пресс-секретарь – это как бы посредник, да, между СМИ, между своей структурой, а СМИ, в свою очередь, посредник с обществом, да, то есть вот такая ступенечка такая получается. Вот, и информации много. Журналисты хотят одну информацию. Информация, которая содержится в его ведомстве, пресс-секретаря, она тоже очень многоплановая, разная. И тут очень важно найти полезную информацию, ту информацию, которую можно дать журналистам, они ее дадут в общество, и она будет полезна людям, и полезна структуре. Она будет отражать их работу, ну, не будем скрывать, мы хотим, чтобы общество видело, как хорошо мы работаем, как мы работаем с пользой. Мы же работаем, правильно, и общество должно это видеть. И видеть именно… То есть тут нужно вот это зерно найти, которое будет полезно, опять же, и обществу, и нам. Вот, это один момент. И пресс-секретарь должен не сидеть, нужно быть очень креативным и модерировать информационные потоки, модерировать самому, инициировать встречи, пресс-конференции, инициировать… Даже написание пресс-релиза, оно, опять-таки, должно быть две цифры, да, но они должны быть в сравнении, должны показать, должны отразить, и в этих двух-трех цифрах должна быть определенная аналитика. Не просто там, написали, мы вот провели, вот столько-то мы там вот-вот и все, и отдали. Да, совершенно верно. Должна быть уже, уже должна быть аналитика готовая. Ну, тут не будем кривить душой, конечно, некоторые хотят, чтобы аналитика была у журналистов, что журналист должен быть креативным. Но журналистов очень много там. Он сегодня поехал в Министерство леса, завтра он поехал в Министерство бетона, там, да, и все такое. Послезавтра он поехал, не знаю, на концерт звезды, рок-звезды. Он может, ну, где-то вот, не в силу там своей там лени, там, или неумения, но в силу там же загруженности какой-то, в силу там, может быть, неполного погружения в эту проблему. Он может где-то что-то вот и не, ну, не разобраться, не понять. Вот помочь журналисту разобраться. И вот мне кажется, я так думаю, я даже вот пытаюсь строить свою работу после любого мероприятия с привлечением журналистов, массового мероприятия там какого-то, ну, как-то им вот, вот, как-то объяснить, объяснить, ну, как-то их настроить. Вот на это стоит обратить внимание. Ну, а это, возможно, ну, это проходная цифра, там, какой-то такой факт, не столь значащий. Вот, а вот это, да, это интересно. Вот это будет интересно зрителям, это будет интересно читателям. Это будет отражать работы нашей структуры, ну, вот, вот таким образом. Журналисты изменились, кроме того, что стали более загруженными за время вашей работы уже на должности пресс-секретаря. Да, журналисты, конечно, более загружены. Сейчас информационные потоки растут в геометрической прогрессии. Пласты информации настолько вот многообразные, что, ну, вы же знаете, там, интернет, социальные сети, блоги, твиттеры, это масса-масса потоки информации. И вот, может быть, они загружены не столько работой, сколько обилием информации. Вот разобраться в этом, понять, что важно, что не важно, это основное. И нужно журналисту в этом помочь. На ваш взгляд, насколько подготовленные к работе с журналистами, к работе со столь многослойными потоками информации приходят сотрудники на должности пресс-секретарей государственной структуры? Ну, я могу сказать, что с некоторыми, ну, это как везде, с некоторыми работается хорошо и комфортно. Некоторые пока, вот, может быть, не разобрались. Тут я не могу давать оценки, потому что я работаю достаточно плотно с ними, с пресс-секретарями, да, но, конечно, есть пределы совершенствования всегда. Мы все растем, все мы работаем, и работа наша усложняется, не только наши, и вообще СМИ, и пресс-секретарей, как, в общем-то, где-то даже какой-то структуры, структуре средств массовой информации, усложняется даже, может быть, с каждой недели. Не с каждым годом, а с каждой неделей. Посмотрите, сейчас СМИ теряет авторитет. То есть стандартные СМИ, к которым мы всегда привыкли, еще там наши мамы и папы, которым доверяли безоговорочно, говорю, вот по телевизору сказали, а вот газете там прочитали. Сейчас такого нету. С этим приходится мириться, и нужно понимать, что очень много информации идет неструктурированной. Идет блоги различные, там, социальные сети, просто там интернет-порталы различной ориентации, там, дружественные, недружественные. Это мы можем каким-то образом давать оценки, мы в этой структуре работаем, мы можем давать, да, вот этот портал, да, мы ему доверяем, он нормальный, классный. А этот вот, он какой-то желтоватый, он там не гнушается какие-то передернуть факты, выдать желаемое за действительное и все такое, да. А человек, который, то есть эту информацию потребляет, он, ну, для него это, 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 он может всем верить, да, скажем так, в силу там своей доверчивости, в силу там своих, там, других каких-то обстоятельств. Вот, и поэтому работа достаточно, каждый день сопряжена с каким-то, с дополнительной нагрузкой. Вот, и пресс-секретарию, те же самые люди, они должны, они должны просто постоянно развиваться, постоянно понимать, что все усложняется и усложняется. И не только, не только работа СМИ, пресс-секретарию усложняется, вообще в мире очень много рисков появляется. И мы, как бы, как часть структуры, причем мы даже где-то на передовой находимся, вот, таким вот образом. Вы сами сказали, что традиционные СМИ сегодня теряют свой авторитет, с очень высокой скоростью развиваются и завоевывают авторитет. Например, блогеры, электронные СМИ, которые статуса СМИ, то есть государственной регистрации не имеют. На ваш взгляд, как следует выстраивать отношения вот с этими новыми структурами, новыми субъектами? И если блогер становится более авторитетным, у него там больше подписчиков, читателей, чем, например, у сайта районной газеты, стоит ему давать информацию? Информацию мы даем всем, одинаково. У нас информация на официальном сайте есть, у нас информация в пресс-релизах содержится. Она дается всем, независимо от того, это СМИ, это или не СМИ. А если за комментарием к вам блогер обратится по какому-то поводу, прокомментируете именно для блогера? Лично я или... Вот лично вы? Да, да, прокомментирую. Куда нужно направить свои усилия пресс-секретарям сегодня, чтобы завтра по-прежнему быть актуальными, соответствовать времени и быть связующим звеном между СМИ и органами государственной власти? Ну это... эти задачи, они не менялись. Они какие были, такие они сейчас. Это представлять журналистам и, соответственно, обществу актуальную, правдивую, исчерпывающую, интересную информацию о деятельности нашей структуры. Чтобы она отражала ее работу и объясняла какие-то, может быть, сложные, запутанные моменты достаточно простым языком, понятным людям. Спасибо вам большое.